Начинать? Давайте поприветствуем нашего следующего спикера, Катя. Хлоп-хлоп-хлоп в чатиках. Получай лучи, радость. Я чувствую их нематериально. Итак, всем привет. Меня зовут Батея Екатерина. Я работаю в компании Raytheisenbank. И сегодня буду говорить на такую тему, как обучение разработчиков. Сегодня доклад будет без кода. Такой софт-скилловый, можно сказать, больше. Но пообщаемся. Он состоит отчасти в том опыте, который я наработала, пока я менторила тестировщиков и разработчиков. Я также участвовала в создании и курировала курс в Тинькоффинтехшколе. И я преподавала на внешних курсах. И мне захотелось поделиться тем, что я набрала за это время благодаря своему опыту. И то, что мне было сложно найти на просторах, чтобы вы это увидели, поняли и как бы на себя решили, хотите ли вы в этом участвовать или нет. Ну, в принципе, как вообще возникает вот эта необходимая потребность в обучении кого-либо в разработке, например? Ну, предположим, есть такой вот типичный разработчик, да. Если мы возьмем просторы бывшего СССР, это, ну, скорее всего, молодой человек, согласно статистике. Ему от 20 до 30 лет. В этом возрасте молодых людей обычно называли Александр, и у него уровень middle или выше. Обычно все-таки с уровня middle разработчики привлекаются к обучению новых специалистов. И как вообще к этому приходят? Ну, сначала, когда наш разработчик Александр приходит в какую-то компанию, ну, у него есть какой-то набор типичных задач. Он их делает, 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 и сначала они для него новые, потом они для него становятся простыми, и он их как бы щелкает, как питали на конвейере. И появляются, конечно, новые задачи, срочные, несрочные, разнообразные. А со временем, когда он начинает расти, то появляются задачи, которые для него новые, которые его развивают, которые могут быть связаны с более высокой ступенью в его техническом развитии, могут быть связаны с внешними областями, как-то эти шейпы. И вот чтобы углубиться в них и оставить предыдущие такие банальные, рутинные задачи, ему надо что-то сделать. Ну, как минимум, он может просто не выдержать этой бешеной нагрузки, поэтому стоит подумать, как вообще можно выйти из этой ситуации. Ну, если он придет к своему руководителю, то ему скажут, делегируй задачи. Но если Александр был один, то как бы вопрос к кому? Ну, окей, наймем Джуна, будешь менторить. Может звучать довольно, так сказать, неоднозначно. Так что давайте начнем с первого варианта. Наиболее нам понятное – это менторство. Менторство – это в том понимании, которым я все-таки его воспринимаю и довольно распространен. Но это есть вот вы, как ментор, и у вас есть ученик, подопечный. Вас двое, все-таки больше – это уже не совсем менторство. Вам тяжело как бы уделять столько времени для вашего ученика. И это немножечко по-другому я бы классифицировала. Частая ситуация, что когда… Ну, давайте сейчас такой небольшой офф-топ. Я в Фейсбуке спросила знакомых, как бы они еще назвали бы… Вот есть ментор, такое довольно распространенное слово. А как бы они назвали человека, которым ментор руководит? Ну, такие самые частые, понятно, отменяйте, но она совсем англицизм. Есть также, например, подопечный, ученик, подаван, но как бы не очень хочется их употреблять. Какие еще есть варианты? Ну, было вариантов много. Даже кто предлагал миньон, но это как-то очень жестоко. Вообще ментор происходит из древнегреческой мифологии. Он был учитель, ученика его звали телемах. Мне предположило, что, скорее всего, он телемах. Но все-таки будем, давайте, использовать терминологию подопечный. И когда у ментора появляется подопечный, то многие воспринимают это как «Окей, сиди, разбирайся, будут вопросы, задавай». Но это плохой подход. В принципе, нельзя вывести какую-то уникальную формулу, как правильно менторить. В моем понимании это довольно сложный процесс. Он, наверное, на какой-то сложности приближается, не знаю, к воспитанию ребенка, где нету какой-то идеальной формулы, где ты очень много сил и времени вкладываешь в одного человека, и результат, ну, не всегда прогнозированный. И менторинг, он вообще отхватывает много областей. То есть, как видите, консультирование, адвайз – это одна из частей. На каких же тогда еще, чтобы не разрываться, вот как себе сузить круг этих частей, уделение внимания, чтобы получить какой-то профит. В принципе, менторство, оно должно охватывать первую цель, то есть к чему вы должны прийти. Ваш подопечный должен выполнять базовые задачи, которые вы хотите делегировать, или которые, в принципе, появляются в проекте. Он должен к ним спокойно относиться, легко делать, и желательно минимально спрашивать про них. Также нужно обозначить срок, до которого это достигнет будет результат, потому что менторство не должно быть вечное. Понятно, что все равно будет все равно какая-то коммуникация, вопросы, но надо понимать, за какой срок вы хотите достичь результата. Также нужно договориться о периодичности встреч, контроле, как вы будете, то есть кому-то удобно там раз в неделю, кому-то удобно каждый день. Понятно, там раз в месяц – это плохой вариант, скорее всего, вы ничего не добьетесь, но вам нужно договориться. Также какой будет формат консультаций, не все могут постоянно быть доступны, держать руку на пульсе. Кто-то там заходит в чатики раз в день, и вы просто договариваетесь с своим подопечным, что копи вопрос или там пытайся, 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 не получится, спрашивай у меня, и я отвечу. И хорошо, конечно, давать прозрачную обратную связь, потому что не очень красиво, когда вы, например, взяли человека, чтобы менторить, вы провели с ним какое-то время, ничего ему не говорили, и, предположим, через, допустим, 3 месяца испытательного срока вы сказали, ты мне не подходишь, и вы до этого ничего не говорили, он ничего не знал, а вы рассчитывали, что он догадывается. Это очень плохой вариант, и вы потеряете время, и человек как бы пытался, пытался, он даже не знал, где он был неправ. В общем, это надо тоже доносить регулярно, например, one to one, и какую-то обратную связь в обе стороны получать. Как искать этого человека? Тут все не так просто, как, например, найти миддл-специалиста. Ну, миддл-специалист, вы знаете, какие у вас есть задачи, что он должен делать, вы можете просто на субъективное поднять, может ли человек выполнить эти задачи. А когда мы ищем человека, которого мы будем менторить, мы все-таки подразумеваем, что он не может делать какие-то базовые вещи, хотя АЮС-разработка благодарна области, все-таки большинство даже совсем тут жунов могут хотя бы что-то сверстать, что-то сделать. Ну, то есть можно выявить более способных кандидатов, более обладающим большим количеством знаний. Но я бы советовала обращать внимание на что? Что есть у кандидата действительно этот минимальный базис, который не сведет в то, что будет он только учиться все рабочее время. В принципе, кандидат еще тоже должен быть мотивирован развиваться в нерабочее время свое личное, потому что очень много на первое время займет его учеба, и нужно, чтобы он не только это на работе делал, но и как бы вне работы, чтобы экономить время, которое вы будете посещать, например, проект, вашим подходом, процессом. И вам должно быть с ним комфортно коммуницировать. Мы все разные, нам по-разному бывает удобно работать с людьми, но если вам на этапе собеседования уже с кандидатом некомфортно, ну, скорее всего, ни к чему хорошему вы не придете. Итак, какие же у нас есть плюсы? Первое – это кандидат под ключ. Вы его обучаете, он делает так, как принято в команде, в вашем коллективе, он берет ваши задачи, и это очень круто. Второе – это то, что вы можете ему быстро передать задачи, вы от них быстренько избавляетесь, и вот есть кому. Но существует гораздо больше минусов. Первый минус – это долгий поиск. Вы будете искать кандидата не всегда там за недельку. И, ну, скорее всего, как обычного специалиста. Может у кандидата быть некоторое несоответствие ожидания реальности. Все-таки кандидаты – это чаще молодые люди, девушки, студенты, даже на выпускнике школ. И у них может быть какое-то иное ожидание от офиса работы, и они могут столкнуться с этой реальностью. И упс, вы потеряете человека. Ну, так бывает. Также может быть провал, если вы вот как раз-таки, да, там, носили обратную связь, вы нерегулярно встречались, вы не просили, ну, то есть вы не как-то оценивали кандидата, и мы, к сожалению, вкладывали-вкладывали, а ничего не произошло. Вы можете потерять кандидата через год. Год – вообще такой рубеж, когда кандидаты уже чувствуют свой рост, уже чувствуют, что я уже минус, я уже хочу получать больше денег, иметь больше ответственности, хочу фразу в названии должности, там, чтобы она называлась так. И не всегда компания может удовлетворить эти потребности. Ну, как бы, вроде вот год вы воспитывали, а он ушел в другой. Ну, печаль. И ваше вот время Александра, разработчика, оно довольно дорого. Ментос тут полагает все-таки не только ответы на вопрос, а какое это взаимодействие. И во время этого взаимодействия вы не делаете задачи, вы помогаете менторить этого человека, и вместо этого, вместо того, чтобы делать продуктовую сдачу, вы его менторите. А время ваше дорогое. Вы хороший специалист, дороже стойте, чем ваши подчиненные, скорее всего. Ну, видим проблемы, что тут как бы прицел в одного человека. Что можно подумать? Давайте наймем как бы больше людей. Ну, сажировка. Когда мы нанимаем несколько человек, вот Александр, он говорит, ребята, вот ваш проект, будем в нем разбираться. Скорее всего, да, лучше этих ребят всех на один проект. Ваш, не ваш, ну, как пойдет. Мы в Райфайзенбанке проводили такое примерно мероприятие. То есть у нас был набор людей, который участвовал в разработке определенного проекта. Мы их объединили в две команды, и они его развивали. Это, на самом деле, хороший вариант, потому что, когда несколько человек, и они работают на данном проекте, тут плюс, что наш Александр может дать им просто какую-то цель, и они сами организуются в команду, распределять задачи. Если кто-то что-то отстает, не понимает, он может посоветоваться с коллегой и не дергать там наставника лишний раз. Это, конечно, большой плюс в том, чтобы, вроде бы, обучать людей, но при этом вы меньше участвуете. Плюс это очень хороший вариант для людей почувствовать себя реальными сотрудниками, организоваться, прокачать коммуникативные навыки. Это вообще очень здорово. Ну, тоже есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что у вас меньше требований к кандидату, поскольку мы их набираем много, нам не обязательно так вот тщательно выбирать. Мы тратим меньше времени на консультации. У нас, в принципе, именно менторство перерастает больше в консультации. Вы приходите, решаете трудности, а остальное все-таки, ну, смотрите, насколько они близко к цели и уходите. И, естественно, отбор. Ну, то есть, кто выживает, кто не выживает. Умны. Ну, минусы. То, что именно свои задачи бывает сложно делегировать. Круто, когда под ваш проект могут нанять столько людей, но это не всегда так. Бывает, что находится какой-нибудь синтетический проект, собственно, под него приходится придумывать задачи, и это бывает сложно. Также сложно оценивать индивидуально, насколько кто-то преуспевает, кто-то остает, потому что вы можете, например, замечать и выделять человека, который не крутой технически, а у него просто хороший софт-скил, он преподносит решение команды, и вы думаете, что он на самом деле крутой специалист, а он просто может быть потенциально хороший лип. Сложно. И это прям очень дорого. То есть, кроме того, что тратится ваше время все-таки в каком-то варианте, то тут еще нужно нанять людей. Бесплатная стажировка не всегда как бы работает, завлекательные люди идут, то есть это какая-то минимальная оплата, и это для некоторого круга человека. Ну и опять же, техника, места, все такое, суппорт. Можно, как можно получить еще больше людей? можно прийти как бы на курс платформы. То есть, вы преподаете, например, в компании создаете курс, вы приходите, извините, назову какие-нибудь курсы, Brain Skillbox, и туда преподавать, там, Потус. И тут уже идет больше воронка, то есть большое количество студентов, еще больше, чем на стажировке, и вы сможете их обучать. Но тут происходит для вас неожиданная вещь, что раньше вы были преподавателем, и это была единственная роль, которую вы знали. Сейчас вы сталкиваетесь как минимум с четырьмя ролями. Они не всегда относятся прям четко по человеку, что человек ответственный за какую-то роль. Бывает, что человек совмещает две роли, например, преподаватель и проверяющий, или там роль может делиться нескольких человек. Сразу скажу, что если у вас курсы, вы совмещаете в себе все четыре роли, вы зошьетесь, поэтому не надо. Максимум две. Что это за роли? Первая роль непосредственно преподаватель. Вы преподаете на курсах, рассказываете материал. Есть проверяющий, человек, который проверяет домашние задания, проверяет какие-то практические работы, и он в принципе также является человеком, который оценивает уровень развития, даже отчасти мотивацию студентов. Куратор это, можно сказать, администратор курса, который как-то доносит информацию до студентов, который их держит в курсе всех событий, нюансов, расписания. Он решает также конфликты, которые могут возникать. В общем, это администратор. И методист это человек, который помогает нам сделать наш курс более технически наполненным, наполнить его актуальной информацией, также решить какие-то возможные конфликты. Например, если есть несколько преподавателей, кто-то хочет рассказывать про один фреймор, кто-то про другой, он выбирает их, например, распространенности на рынке, либо есть этот курс, который заточен под компанию, что используют. Он прослушает ваши тестовые прогоны, ваших презентаций, дает обратную связь. В общем, он именно за техническое наполнение курса. И как можно, в каком формате можно проводить вообще учебные мероприятия? Это лекция стандартная. Пришли, рассказали, ушли, может быть, какая-то практическая часть, в зависимости от формата лекции. Это мастер-класс, назовем его вебинар, то есть вы вещаете на большую аудиторию, вы рассказываете, показываете какую-то практическую задачу, но вам не важно, насколько аудитория ее схватит, насколько она ее сделает и поймет. Воркшоп же это обычно небольшая аудитория, но ваша цель именно убедиться в том, что она поняла, как это делать, поняла какие-то минимальные нюансы и смысл и сможет повторить без вас. так что если вы решили заняться такой вот образовательной деятельностью, ущтите, что нужно начать готовиться где-то месяца за три до начала курса, меньше, особенно с первого раза, не рассчитывайте, вы будете гореть, это очень много времени. Почему? Потому что преподавание на курсах вам нужно сначала ставить план, вам нужно придумать связанные задания, то есть опыт мой показывает, что задания хорошо студенты воспринимаются и мотивируют их делать, когда это какое-то единое задание, например, вы делаете приложение, начинается создание проекта, а заканчивается приложением, которое они могут показать, которым могут гордиться, как мы говорим. Но также хорошо сделать так, чтобы каждое задание, каждый этап, он зависел, но минимально. Например, если у вас одно задание нарисовать таблицу и там сверстать различные ячейки, то в принципе создание таблицы должно быть достаточно для следующего задания, то есть без предыдущего он может прийти к следующему, ну потому что студент может этому получаться, и может быть непонятно, вам не получится им помочь рассказать, и они просто забуксуют, потеряют мотивацию, и это нехорошо, не вам, не. Также нужно планировать различные активности на занятии, я об этом расскажу чуть-чуть попозже, и делать прогоны, на которых звать обязательно людей, которые технически подкованы, и людей, которые вообще не очень разбираются в вашей тематике, зачем они оценивают, насколько ваш курс понятен для начинающих специалистов, они будут задавать не очень логичные вопросы, но они как раз сейчас ставят преподавателей вступок, и можно будет заранее продумать на них ответ, или каким-то образом обойти, например, вопрос может быть сложный, вы не сможете ему сразу ответить, и вы такие, ага, это сложный вопрос, окей, давай мы поговорим с тобой после лекции, потому что мы сейчас займем очень много времени. Как продумывать активности? Обычно делят учеников на аудиалов, визуалов, неважно, я вам расскажу про немножко другую концепцию, она, ее автор Джей Синтетик, он один из спикеров Теда, и он сделал потрясающую концепцию, в которой вот мое мнение, что она прям поднимает уровень восприятия ваших материалов очень круто. Он разделил учеников на четыре типа. Первый это степ-лернеры, люди, которые воспринимают информацию и их мотивирует обучение систематизированно, то есть у них план, они видят прогресс, по которому они движутся, по этому плану, сколько они сделали, сколько они сделали, довольно формализованно. Вторые это толп-лернеры, я одна из них, это люди, которые в школе, их ругала учительница, что они разговаривали с соседом по парте, не могли просить молча весь урок, это действительно так. Это люди, которые изучают информацию именно путем обсуждения, им хочется задать интересные вопросы, им хочется поговорить, в общем, им не очень хочется сидеть там, все досконально вычитывать, им важна вербальная коммуникация. Ресерч-лернеры это люди, которые у вас просят ссылочки на материалы, какие-то видео с докладом, книжечки, им доп-материалы, пожалуйста, передоставь, расскажи, потому что они потом пойдут и будут изучать, ресерчить, смотреть, как оно все там по-другому, могут углубиться в тему. В принципе, довольно распространенный типаж в IT, так приветствуется такой тип подхода к получению знаний, вот, их довольно, кстати, просто удовлетворить. И креет-лернеры, тип, который, наоборот, редко встречается в IT, это люди, которые при каких-то практических упражнениях, они хотят примести что-то новое, им сложно повторять, то есть, они хотят что-то другое. Вы скажете, нарисуйте прямоугольную желтую кнопку, обязательно креет-лернеры, нарисуйте круглый, красный, увы, им хочется быть непохожими. я вам в конце дам ссылку на небольшой курс, как удовлетворять и отличать этих людей, в принципе, это довольно просто, два часа видео всего. Какие же лайфхаки я получила благодаря курсам? то есть, благодаря практике я поняла какие-то вещи, без которых вообще сложные, которые мешали, а узнав их, стало гораздо продуктивнее. Первое, это строгие правила, дедлайн, то есть, если вы говорите, что вот, сегодня дедлайн, все, я его дальше не проверяю, очень сильно приучает. Также важно договориться, когда вы готовы отвечать на вопросы, как вы отвечаете на вопросы, например, в Телеграме, потому что студенты могут писать в 4 утра и потом им жаловаться, что в 4 утра мне ответили, хочется спать. Также важно обозначить лекции, не все просто преподаватели готовы прерываться на вопросы, кто-то готов либо там определенные части, либо скажите студентам, я отвечу на ваши вопросы в конце, пожалуйста, запишите их или там, если есть возможность в Zoom написать этот вопрос, напишите, я потом в конце пройдусь с вопросом и отвечу. Прозрачность процессов очень важна при оценивании результатов, важно жестко прописать, за что вы снимаете оценки, за что начисляете баллы, чтобы не было вопросов, потому что возникают большие обиды, возникает негатив к вашему пиар-бренду, к пиар-бренду платформы или вашей компании, у кого вы ведете курсы, важно все прозрачно описывать. Также давать четкий фидбэк по заданиям, то есть, если что-то пошло не так, что-то неправильно там написал, назвал, в общем, в коде, пишите, что конкретно, в чем проблема, как ее видите, исправить, предлагать какой-то вариант. Просто написать неправильно это нехорошо. Также собирайте фидбэк по занятиям, можно мотивировать, например, по скалочке, после опроса очень помогает, и на самом деле такие фидбэки давали нам внезапные результаты, о которых мы не задумывались, мы думали, что это не надо, а после фидбэка понимали, что вау, народ этого прется, и это круто. То есть, например, был человек с не очень хорошими софт-скиллами, он проводил лекцию, нам казалось, что он ее не тянет, но мы собирали высокие оценки по его лекции, оказалось, что он делает много практики, и просто ребята вообще сильно заводились этого, им это очень нравилось, они говорили, вау, самый крутой препод, который у нас был. И как раз таки, подходя к последнему пункту, да, им очень нравится интерактив, обязательно, если вы показываете что-то, например, в коде, выдерживайте паузы, потому что, если вы это делаете как опытный специалист, быстро с шорткатами, так раз-раз-раз, все готово, то студент, который, ну, подтормаживает, который не очень хорошо еще владеет шорткатами, там, тем же Xcode, он просто что-то сделал, потом вернулся к вам, а вы уже там все закончили, и ему обидно. Ну, и можно показывать примеры, какую-то небольшую практику на занятиях, то есть даже самые какие-то сложные вещи, ну, расскажешь теорию архитектуры, окей, ты пройдешься по солью, то покажи каждую, каждую букву, как она в примерах выглядит, то есть исполнение принципа, нарушение принципа, им будет сразу понятно, такие лекции очень хорошо реагируют студентам, им очень нравится. И, опять же, подбираем активность, то есть подбираем ресерч-чернерам ссылки, выкладки, доп. материалы, подбираем толк-чернерам, они где-то минут 20-25 готовы терпеть ваше выступление, потом нужно как-то менять активность, то есть вывлекаете их в общение с вами в чате, также для креат-леернеров позволяете какой-то креатив небольшой, в общем, и для степ-леернеров формируете программу. Домашнее задание это вообще вещь, которая как черная дыра поглотит все ваше время, и мы долго не знали, что с этим делать, в чем проблема? Как вообще этого избежать? Автоматизируйте, то есть если у вас приложение, как за домашнее задание, которое пишут студенты, делайте какие-то скрипты, которых скачают, соберут, и если он не собирается, они скажут, все, до свидания, и вы даже не будете это проверять, тоже об этом договоритесь, это сэкономит кучу времени. Второе, это выбирайте домашнее задание так, что у вас идет на проверку не больше 20 минут, иначе вы тоже в этом утонете, заройтесь, и это будет просто жрать время неимоверно. После исправлений лучше не перепроверять больше одного раза, потому что тоже вас студенты задолбают, вы будете на это много времени убивать, пожалеете себя. И вот первые, наверное, два раза мне было сложно, мне хотелось каждому ученику помочь, написать, рассказать, и потом я поняла, что я очень много времени уделяю ученикам, которые на самом деле не очень способны, и которые не очень мотивированы, а людям, которые хорошо делают, или людям, которые не очень хорошо, но они пытаются не справлять, я уделяю минимальное время, и я потом это ратировала. Это очень важно, потому что люди, которые делают хорошо, или которые плохо, но они очень горят, это ваша потом аудитория, а люди, которые не мотивированы, они быстро сольются. И наказывайте тех, кто списывает. Это никакого профита не принесет, в общем, будьте с ними строги. И немножечко расскажу вообще, как это было, когда вот я вела три потока. Первый поток, все было довольно там, на первых порах много энтузиазма, то есть пришло к нам 100 человек, мы приняли 35, и в результате наняли 5 человек, у нас было всего три преподавателя, и вроде было неплохо. Второе, мы решили поэкспериментировать, у нас пришло больше человек, мы также приняли 35, это просто ограничения по нашей группе, и мы сделали, что каждую лекцию вел каждый отдельный преподаватель, у нас, в принципе, еще была довольно тяжелая аудитория, и в результате очень мало людей закончило, мы наняли всего два человека, но зато мы начали в этом потоке собрать обратную связь, мы начали делать регулярный прогон, у нас появился кулятор, методист, и это позволило на третьем потоке нам при такой же выборке, во-первых, нанять, принять на обучение 35 человек, и из них 10 человек нанять, это очень круто, то есть, представляете, у вас за там два месяца вы нанимаете 10 человек, которые, в принципе, подготовлены к вашим задачам, к вашим технологиям, вообще не рассчитывайте, что если вы ведете работу с такой большим количеством человек, у вас много людей, даже в 35, то есть там, дай бог, на самом деле половина дотянет до конца, на третьей неделе начинается, начинает падать мотивацию людей, они начинают прекращать слушать, делать домашние задания, если вы ведете на какой-то внешней платформе, то тут на самом деле хороший вариант с ними закоммуницироваться, то есть они обычно берут денежки, обучают людей, дальше у них, ну, они максимум только какая-то реклама для них интересная, также можете договариваться с ребятами, помогать им трудоустройство, то есть это ваши такие потенциальные кадры, которые вы вроде готовите, денежки получаете, вы можете еще кого-то нанять. Основные плюсы, что почувствовать себя преподавателем, это круто, никакой менторство вам не даст такой опыт, несравнимые ощущения, большая воронка на вход, вы видите очень много людей с разными бэкграундами, с разными способностями, можно выбирать. Мало требований, мы же все равно будем обучать, то есть нам нужно 35 человек, но тут можно совсем небольшие требования предъявить. Много самостоятельности, если ученик ничего не делает, ну, увы, есть другие, которые делают всегда, поэтому тут вы как бы хорошо мотивированных можете замечать. И также вы обучаетесь как студенты, вы проверяете свои знания, если у вас какие-то пробелы, вам придется их восстановить, посмотреть документацию и также узнать что-то новое, это тоже очень круто. Ну, и можно немножечко на этом заработать. Об этом поговорим чуть позже. Минусы. Вы можете потерять студентов после курсов, это прямо такая боль, особенно если курс это проводится в компании, вы приглашаете людей, обучаете их за свой счет, и они уходят устраиваться в другую компанию. Очень печально. Это может съесть практически все ваше время, не рассчитывайте, что это будет занимать меньше 15 процентов, меньше 15 часов в неделю, то есть это вот самое минимальное 10-15 часов. Если вы еще будете домашку проверять, скорее всего, это будет занимать 20-25, а то и 30, то есть много. Это для психически устойчивых людей, потому что студенты, во-первых, вас будут дергать, они будут задавать вопросы, они будут задавать одинаковые вопросы, вам будет иногда, иногда будет даже какие-то конфликты, то есть они будут считать, что правы они, а не вы, они будут пытаться некоторые бывают на лекциях попытаются перетянуть идеал на себя, показать, что они специалисты, а вы не очень, тут куратор ваш лучший помощник, ну, если уж куратор, вы как-нибудь справляетесь, но это готовьтесь тяжело. Также после двух итераций на самом деле профит для вас, как, если вы хотите прокачаться в этом, это будет страдать, но есть четыре роли, и в принципе, если вы поймете, что после там двух раз вы не растете, можно уйти в методиста, можно уйти в куратора, окей, это тоже прокачка новой компетенции. И давайте проговорим про преподавание на курсах, если вы хотите сами создать свой курс, есть платформы Udemy, там, Stepik, это самые известные, где вы можете создать свой авторский курс, есть Coursera, но это для бизнес-аккаунтов, на них довольно дорого создать свой, на них довольно дорого создать свой курс, плюс нужно очень много слушателей для того, чтобы он укупился мной. Наверное, как для индивидуального преподавателя я не советую. Ну, как бы, лучше приходить сюда с опытом, это для совсем новичков не подходит, вы много чего не знаете, вы половину знаний можете приобрести только благодаря опытным путем, только благодаря преподаванию, и лучше прийти туда несколько подготовленным. Попробуйте сначала с платформ, которые как бы имеют какую-то базу для того, чтобы вас в это внедрить, и им интересно качество, они вам помогут вырасти, как преподавателю. Также вам нужны помощники для создания контента, тут вы не всегда обойдете чисто, там презентация, нужно какое-то видео, нужно записать курс, и тут не так все просто. Также вам стоит, например, степик, вовлекать студентов в проверку, то есть идет курс, идет домашнее задание и проверяет студенты друг у друга. Понятно, что они не всегда могут дать качественный анализ, но с другой стороны они снимают просто огромную нагрузку, там студентов много, вы не проверите все это. И тут отчасти, поскольку вы теперь не работаете на дядю или тетю, а на себя нужно искать уникальность для своего курса. Сделать просто курс по iOS-разработке недостаточно, таких дофига, делайте более уникальный, ищите, например, не iOS-разработка, а вот есть приовиды многопоточные, сделайте просто курс по Хвордайце. Это уже как-то выделит вас и уже будет интересно людям, которые не хотят проходить целиком курс, а они чувствуют себя недостаточно уверены в какой-то определенной части. И, ну, немножко выводов. Самое интересное, деньги, можно ли на этом заработать? но тут как бы смотря, сколько для вас много, какие-то деньги заработать можно. Если вы преподаете на курсах, я идеи не подписывала, поэтому примерно такие небольшие инсайты, ну, где-то 20-60 тысяч рублей в месяц, как подработкой, вы сможете зарабатывать в среднем. Если вы хотите больше, в принципе, тут надо уже уходить и потратить на это больше времени, уходить, может быть, на фулл-тайм, но это вот такой вот прайс, если вы подрабатываете. Если вы создаете свой курс на Udemy, например, там где-то стоит процентов 10, 110 долларов курс, я думаю, больше 50 процентов вам вряд ли будут платить, и очень успешного курса где-то, ну, зрители 500, то есть 500 человек заплатил за этот курс, ну, посчитайте, окей, 2500 долларов. В принципе, неплохо. Но учтите, что курс на Udemy это уже входит, как бы, вы не работаете на дядю, то есть вы преподаватель, вам нужно свое ИП, и если что, как бы, товарищ майор в ДИС, в этом году заканчивается возможность, закончились налоговые каникулы, поэтому вам нужно оформляться, вам нужно давать декларацию, ввести всю эту бухгалтерию, платить налоги, поэтому тут очень много ложится нагрузки еще и на вот это все дело, то есть самостоятельно связываться с налоговой инспекцией. Тут смотрите, хотите ли вы на это тратить время. Ну и какие же профиты вы можете получить вообще от этого образования? Вы можете проверить свои навыки, прокачать, и на самом деле мало что может так хорошо их, как бы, вас встряхнуть. Может, собеседование только. Вы можете поднять пиарство персонального бренда, потому что вы, как бы, становитесь известным у нового поколения разработчиков, они вас сразу, как бы, будут знать, и, ну, для них вы, как бы, преподаватель, вы уже в каком-то мере эксперт. Вы сможете пообщаться с этой молодой аудиторией, с которой, ну, с течением времени у вас будет меньше пересечений, и на этих курсах вы сможете понять, что им интересно, какие у них ценности, если вы, какой-то продукт разрабатываете, и это, эти люди, это часть аудитории, этого продукта, вы сможете с ними пообщаться, и много полезного для себя пощеркнуть, ну, и, в принципе, как-то омолодиться немного. Вы можете прокачать свои софт-скиллы, публичные выступления, мало вообще вариантов такой еще прокачки, то есть, вы научитесь общаться, доступно объяснять, делать презентации, что тоже очень полезно. Ну, и небольшие деньги, небольшие деньги, или большие, если у вас получится успешно быть преподавателем, тоже приятный бонус. В общем, у меня все, я оставила две небольшие ссылки, потому что материала не так много, курс, который позволит вам больше, больше уделять внимание определенным группам, и степик, где вы сможете разместить свой курс. Супер, Катя, спасибо большое за доклад, было очень интересно послушать. Забавно получилось, что у нас на прошлом удаленном Cocoa Hats был доклад про то, как развиваться самому, а сейчас доклад про то, как развивать других. Так что у нас полный цикл, понимаете? Сам развился. Развился сам, разве и только. Представляю такую картинку из эволюции, знаешь. Вот. Ребят, есть вопросы у кого-нибудь? Давайте сразу. Да, у меня есть вопрос. Давай. Привет, спасибо за доклад. Привет. У меня у самого был опыт преподавания на курсе от компании. Вот. У меня такой вопрос. Вот. У тебя, ты показывала три группы. Да. Это все были iOS-разработчики или тестировщики плюс? Я так не совсем понял. Я обучала разных тестировщиков и разработчиков. экспериментировала я больше на тестировщиков, потому что их обучать сложнее. Ага, сложнее. Интересно. Вот. У меня вот на курсе было 12 человек, и мне показалось, это вот прям, ну, реально на грани. Как вы могли 30-35 человек обучать? Это, ну, я просто увидел, что у вас выборка, что вы наняли примерно 3-5 человек, и у нас такая же выборка была. Ну, плюс еще те, кто к нам не попал в компанию, те быстро нашли работу в других компаниях. Почему вы набрали по моим меркам в принципе так много, и как там быстро люди слились, в общем, вот? Хороший вопрос. Наняли мы от 2 до 10, получилось как? Во-первых, не только я была преподавателем, в последний раз мы даже там, то есть, ну, в принципе, нас меньше 3-х было изначально, мы собирали всех желающих, там уже потом смотрели, а потом мы начали модифицировать, то есть, сначала там хотело только 3 человека, потом желающих стало больше, или там желающих становилось не больше, например, не было людей, которые, я хочу, я хочу, но их команда хотела новых людей, мы говорим, если вы хотите новых людей, участвуйте в курсах. И говорят, окей, но нам страшно, нам сложно, хорошо, есть проверка домашних заданий. В общем, в целом, мы набрали, наверное, человек, я бы сказала, 7 преподавания, то есть, там, 3 человека вели лекции, 4 человека проверяли домашнее задание, потому что домашнее задание, оно занимало много времени. И у нас был чатик, где были все преподаватели, лекторы, были, ну, проверяющие лекторы, был куратор, были студенты, в принципе, туда задавались все вопросы, то есть, проходили лекции, после лекции получали домашнее задание. Студенты, когда спрашивали, ему могли отвечать другие студенты, если другие студенты там не отвечали, отвечал преподаватель, и обычно после каждой лекции ты мог прийти и спросить по домашнему заданию с ноутбуком, если у тебя что-то не получалось, так же ты, в конце мы сделали прям целую, у нас была не лекция, у нас было занятие, где приходили студенты, и мы сказали, что вы можете задать любой вопрос по любому домашнему заданию, что было в курсе, вот, в общем, мы оказывали такую поддержку, как происходило, то есть, ну, последний раз небольшой был хак, почему мы наняли так много, мы наняли пять человек, которые нам подходили хорошо, потом мы начали ротировать студентов в другие команды, которые не участвовали в обучении, но нам все равно было, как бы, не жалко, есть вот как бы сливки, есть чуть-чуть пониже студенты, и мы их отдаем, предлагаем другие команды, вдруг они как бы, у них меньше требований к специалистам, они готовы к себе взять, и вот так вот наняли тысячи человек. Спасибо, и можно еще такой маленький вопрос, продолжаешь ли ты заниматься этим, набирать, допустим, новые курсы, или пока ты все отошла от этого и живешь спокойно, и без этой головной боли? Я сейчас обсуждаю с другой, потому что я раньше работала именно в компании, нанимала, сейчас я хочу пойти на внешнюю платформу. Все, хорошо, спасибо. Да, классный фон. Смотри, у меня есть вопросы тоже, а потом я задам вопросы с трансляцией. Как ты считаешь, ну, по крайней мере, у меня складывалось такое впечатление, что как будто бы есть люди, которые созданы для того, чтобы учить других людей, есть люди, которые совсем для этого не созданы, которые легко раздражаются, когда люди до чего-то долго доходят и так далее. Вот, ты как считаешь, каждый может учить других людей или вот все-таки лучше не стоит пытаться, если, ну, если не твое? Если не твое, то как понять? Ну, у меня немножечко эгоистичное в этом плане представление, в том плане, что я считаю, как бы каждый должен отдать долг в сфере, ну, тебя кто-то научил, научи другому. Обучение, ну, как я рассказала, оно бывает разное, то есть ты можешь учить людей менторить, ты можешь там просто как бы помогать какими-то консультациями, ты можешь отвечать на стекл это тоже какое-то обучение, все равно ты можешь преподавать на курсах, но есть, да, люди, которым тяжело общение, ну, скажем так, даже самых таких интровентных, некоммуникабельных, я замечала, что есть люди, все равно, с которыми они общаются, у них есть какие-то друзья, знакомые, коллеги, с которыми им комфортно, ну, если подобрать, то есть им сложно, но если подобрать им правильного человека, они окей, его научат. То есть, в принципе, наверное, это для любого вариант, но просто надо понять, что тебе важно, то есть, опять же, там можно писать просто какие-нибудь туториалы, это же тоже обучение. Ну, то есть, если даже ты думаешь, что обучать людей там очно, это не твое, всегда есть другие способы помочь людям. Конечно, конечно. Класс. Ребят из зума, есть вопросики еще у кого-нибудь? Тогда из трансляции. Иван спрашивает, можешь ли накинуть примеры приложений, которые делали на курсах со студентами? Я, например, сейчас пытаюсь найти где-то в грани, где не сказать запрещенную информацию, но окей. Популярное для студентов приложение, то есть, чатик написать, такой прям очень хороший вариант, потому что охватывает и там UI, и работу с сетью, и работу с кордатой, да, там с хранением данных, и там можно анимацию, в общем, все-все-все-все. Знаю Яндекс.Степик курса, они делали записную книжку, тоже, в принципе, много чего охватывает. Ну, тут можно много таких банальных, типа прогноз погоды, калькулятор, там я не знаю, что еще может быть. Вообще, я бы на самом деле попробовала бы, если вы выбираете приложение, которое студенты писать, не только какие-то базовые фрейворки, а пусть они поработают, не знаю, какой-нибудь health kit, что-нибудь, то есть, то, что прям вот не совсем банально и было бы интересно. Ну, то есть, требования какие? Чтобы была работа с сетью, была более-менее расширенная работа с UI, правильно? Ну, сеть, хранение данных, анимация, вот такие, ну, и какой-нибудь работа с архитектурой, хотя бы базовая, да, вот эти пять, как бы, столбов, ну, на котором базовые знания должны прокачиваться. Супер, спасибо. Еще вопрос, на твой взгляд, отличается ли ментор от наставника? Вообще, это разные понятия, или это... для меня синонимы. Супер. И как, есть ли варианты для небольшой команды, то есть, если там человек 30, да, всего, без больших потерь там финансов и времени как-то обучать разработчиков? Угу. Ну, тут вопрос, сколько они хотят обучать разработчиков? Если они, как бы, запускаете по одному, и они там, как бы, 30 человек обучают, то, наверное, это, в принципе, не сильно будет сказываться, ну, если у этого будет человек, который будет поддерживать, но при этом сам начинающий может обращаться, как бы, к любому разработчику. Но, на самом деле, если мы говорим чуть-чуть, о чем-то чуть больше, да, им хочется больше одного человека обучать, ну, тут попытка, как бы, убить двух зайцев, как бы, и не потратить денег и новых людей. Ну, надо понимать, что это все-таки не совсем реалистичный вариант. Есть вот несколько вариантов, которые я вам как бы предоставила. Тут надо считать, что будет проще, там, вот, что вам будет дешевле, то есть, там, нанять людей, там, как стажеров, либо, может, договориться вы, там, одного человека отправить, он там, давайте так, он гигбрейнс, да, будет преподаваться, зато они там, вы договоритесь с ним, что они будут вам кадров как-то вас перенаправлять, да, возможно, вам это будет выгоднее, или вам свои курсы будут как-то выгоднее, то есть, на что вы готовы пойти, потому что у вас там, есть люди, которые готовы бесплатно преподавать, готовы вести лекции, проявлять домашки, просто интересно, это круто, это тоже затягивает, вы сами знаете, как бы люди, которые работают в образовании долгие годы, потому что это просто кайф, это как наркотик. Классно, спасибо, еще вопросы, ребят? Тогда, если вопросов нет, хочу поблагодарить тебя за доклад и вообще за твою работу по преподаванию, это всегда круто, полезно, вот это вот все. Хочется думать, что мы тут в Кукуа Хэдс тоже делаем полезную работу и помогаем людям узнать что-то новое, вот так вот. Спасибо, Кать. Спасибо, пока. Пока-пока. Да.